Друзья, дорогие, всем добрый день! Не по праздничному, конечно, мы тут одеты, дома у нас холодно, Сибирь, зима, сегодня воскресенье, сегодня День Матери. И, да, ну, конечно, и ты тоже мама здесь, вот видите, тоже поёт, тоже кричит, поздравляет вас всех. Конечно, не в таком хотелось бы нам в Едине за таким столом сидеть в этот праздник, но, как говорится, чем богаты, тем и рады. У меня сегодня Алиюша в гостях, я очень рада, что она приехала поздравить меня с этим праздником. Сегодня она ещё маму свою будет поздравлять, я свою маму буду поздравлять, позвоню ей по телефону. Мы решили тут пообедать, щей покушать и связать сегодняшний сюжет с выступлением одной девочки на конкурсе «Вертикаль личность». Алия даже больше может об этой девочке рассказать, пока мы будем кушать чуть-чуть. Почему? Потому что я посмотрела её выступление только в видеозаписи и потом брала у неё интервью уже после того, как она выступила. И интервью я это брала, спонтанно совершенно, этого не было запланировано, абсолютно не было запланировано, потому что я шла в оргкомитет, а девочка с бабушкой сидела там в холле в ожидании результатов и мяла руки. Я говорю, солнышко, что случилось? Она говорит, я замёрзла, у меня руки замёрзли очень. Я говорю, ну пойдём к нам, пойдём к нам в оргкомитет, мы сейчас тебе чаю горячего нальём, ты попьёшь чайку и согреешься. И я когда буду монтировать, вы посмотрите на эту девочку и посмотрите, как она говорила, как она высказывала. И песню, которую она исполняла на этом конкурсе, она напрямую связана именно с мамой. И поэтому всё как-то вот сегодня так произошло. Гармонично. Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Я не поздоровалась. Расскажи мне, пожалуйста, об этой девочке. Ты сидела в жюри в этой номинации, объявляла прямо из-за стола жюри, пока остывает как-то чуть-чуть, как она вышла, как она спела, какое впечатление она лично на тебя произвела, эта девочка. Ты помнишь её, Анита? Я помню. Она пела с Таисией, Таисия её учительница, и номинация была мастером ученика. Я помню эту девочку. Ну, вышла она очень, вообще она очень достойно, конечно, выступила, она очень нас порадовала. Я помню, мы все члены жюри даже кричали «Браво!» и очень так все были взволнованы, эмоционально очень были так, поднято было такое эмоциональное состояние, потому что спела она очень хорошо. Именно от души. Именно от души, да. Да, именно, то есть вообще вся номинация «Особые люди», она очень такая душевная, очень такая эмоциональная. Да, чего нельзя сказать о многих здоровых людях, да. И она настолько была артистична, она настолько была вот притягательна, что ли, мы вот прям замерли и смотрели, и не могли оторвать глаз. Ну, она действительно, она необычная девочка, потому что, когда я с ней разговаривала, я поражена была ее рассуждением, ее размышлением. Очень интересная, вкусная, да, очень интересная такая девочка. Я хотела к ней поехать туда, где Таисия занимается с ней. Болячка уже третью неделю, видишь, не могу никак вот вырваться. Но не стала уже откладывать, решила все-таки рассказать об этой девочке, чтобы ее услышали, увидели. И этим сюжетом поздравить всех дорогих наших мам с этим праздником. С этим праздником. Ну, вот как-то так. Да. Коротенько. Коротенько, но с душой. Приятного аппетита. Приятного аппетита вам. Вам, дорогие друзья. Ну пока, всего доброго. Вот такой короткий сюжет. Дальше вы увидите и Аниту, и услышите, что она говорила. О ее боли, о ее душевных переживаниях. Что это было? Это еще одна мама с праздником. Поздравляю. Ой, Стильба. Не только о ее первых впечатлениях о дебюте, как об участнице конкурса, но еще о том, как она переживает свое состояние в будни, обучаясь в школе. И чувствовалась вот эта боль ее. Но одним словом не будем рассказывать, и все это увидите. Пока. До свидания. Когда я была крошкой, как в старинном поверье, Подарила мне мама. Талисман, ожерелье, не повсюду путь открыт. Сталисманом дорогим, даже в вечный путь лежит. О жерелье в золотых, даже звезды выше нет. Мамин взгляд напомнят мне, ведь до счастья был мне дан, Материнский дань и склон. Мама топится ранее, в защите от страданья. Мамин взгляд напомнят мне, ведь до счастья был мне дан, В нем мы руки милой мамы нежные, часто я вспоминаю. И спасает золотарю мамочки, не забей. Талисман и улыбка твоя, мама моя. Талисман и улыбка твоя, мама моя. Мама, дорогая, время в чьи-то на кое, Ночко тупе нашла я, ожерелье родной. Талисман сияет мой, детство свет моем не зимой. Те, кто любит, те, кто ждет, талисмана бережет. Я живу при свете дня, там, где ждет меня родня. Ведь до счастья был мне дан, материнский талисман. Мама будет заранья, в защите от страданья, Ведь в прекрасе дни, в нем мы руки милой мамы нежные, Часто я вспоминаю. И спасает золотарю мамочки, не забей. Талисман и улыбка твоя, мама моя. Аплодисменты Таисия Андреева и Анита Иордан. Это оргкомитет, где происходят такие великие дела, Когда приходят к нам сюда протоколы, Вот сейчас они пришли, мы сейчас даже посчитаем твои баллы, И скажут, какое ты место заняла. Как тебя зовут? Анита. Анита? Да. Какое у тебя красивое имя. Ну, расскажи твои впечатления. Пока чай тебе греет. Вообще, это очень волнительно, первый раз выйти на большую сцену. Но, с другой стороны, это как бы поддержка, вот вообще друзей, там, бабушки. Всех своих родных, даже тех, кто не присутствовал со мной, но они все равно поддерживали меня. Ты чувствовала, что они с тобой. Да, да, да. И вот это вот, конечно, очень волнительно. Я бы... Раньше я читала все время стихи. Я, если пела в школе, то пела на школьных концертах. Это было очень... Ну, не то, что сказать волнительно. Это было очень привычно, когда тебя... Я среди... Своих друзей? Нет, это не друзья, это были мои одноклассники просто. А, просто одноклассники. Да, с которыми я, в принципе, не связывалась, не хотела связываться. Потому что они... Ну, пусть, 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 пусть. Да, хорошо, она говорит, от чистого сердца. Я вообще боялась. И они меня отставляли всегда взад. Ну, как бы в сторону чуть-чуть, да? Да, в сторону, чтобы себя показать. Ага. Я всегда стояла по стороне, и меня практически не было видно на сцене. Ага. Когда вы вместе каким-то ансамблем или группой, да? Классом. Классом пели. Да, классом. А тебе хотелось... Да, мне хотелось вот выйти. Я... Вообще, у меня талант читать вот хорошо, очень стихи. Так. И меня в основном... Тише. Брали... Аниточка, говори. Читать стихи вот хорошо вот у меня. Но не... Вот я занимала как-то раз одно место в конкурсе по чтению и стала лауреатом, как это называют. Вот. И как бы вот так вот это все. А сегодня ты вышла именно как солистка? Да. Да. Ну вот расскажи, а что ты пела, Аниточка? Я же не всех слышу. Это «Материнский талисман». Песня так называется. Да. История о девочке, которая рассказывает о своем детстве и о том, что с ней произошло в детстве. Мама подарила дочке талисман на память золотое ожерелье. И вот мне нужно было всего лишь войти, как бы, вжиться в эту девочку. Ага. Стать этой девочкой? Да. Да. И вот я думаю, что у меня это прекрасно получилось. Ты постаралась, сделала все. Ну вот мы сейчас посмотрим оценки, сейчас посчитаем, а ты пока отдыхай. Ну скажи, пожалуйста, а все-таки такого волнения, вот такого настроения, как в школе у тебя здесь не было? Ну вот, вот у меня, если я выступаю на сцене в школе, у меня вообще все чувства отпадают. Я очень болезненно, на самом деле, переношу отказы, или что я не выступила, или я волнуюсь очень часто перед выступлением. А сегодня? Сегодня я волновалась, но меня все время настраивали мои... Поддерживали. Вот, как бы, воспитательница настраивала меня, что у меня все получится. И все получилось, да? И учительница настраивала очень хорошо. И потом мы порепетировали, вот за кулисами стояли. С Таисией. С Таисией. А Таисия твоя учительница? По вокалу. По вокалу. Я очень хорошо знаю Таисию. Вот она к нам приезжает, занимает с собой. Очень хорошо. Таисия замечательная. Она замечательный совершенно человек, умничка. Да. Аниточка, а настроение сейчас хорошее? Надо такое? Да. Очень. Ты еще будешь принимать участие? Да. Обещаю, что ты в следующем году выучишь новую песню. Даю слово. Ура. Молодец. Девчонки, аплодисменты Таисии. Ой, аплодисменты Аните. Таисии. Это сейчас всегда Таисия. Да, да, да. Аните и Таисии. Спасибо Таисии, да? Анита, Анита, посмотри, мне сейчас передали. Передали из счетной комиссии. Таисии, читай. Читай. Помогайте. Лауреат. Господи. Ярдана. Какая степень? Видно тебе? Вторая степень. Ну так аплодисменты, ты стала лауреатом второй степени. Ну это же здорово, обнимай, обнимай скорее, обнимайтесь. Ну это же прекрасно, мы тебя поздравляем. Мы тебя поздравляем. И пока ты пьешь чай, пока ты согреваешься, от волнения чуточку. Конечно, творческое волнение всегда есть. Ну верно. Есть. Ну это же хорошо, это творческое волнение. А мы тебе пока диплом будем печатать, хорошо? Хорошо. Ну приятного аппетита тебе. Это можно чай пить, да? Нет, этот старый чай, сейчас ей новенький нальют. Девчата несут, у нас волонтеры, они сейчас помогут, помогут тебе и нальют тебе чашечку вкусного чая. У нас такой, видите, общий социальный стол. Спасибо. Кто может, кто хочет, налетай называется. Она с свободной водичкой, девочки. Пожалуйста, вы можете водичку попить. Чай, водичку. Так, сегодня? Да. Поздравляем тебя, ты стала у тебя диплом лауреалка в той степени. Это очень высокая награда. Ты выступила в первый раз, ты такая молодец. Поздравляем с тебя, кушай. Типлом, ну такая замечательная нальтеза. Все, ты ленец. Ты ведь лучше спать, мы очень для тебя рады. Лучше разы, что ты выступила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok